Сотни уникальных работ и ни одной копии. Каждое изделие хранит на себе след творца. Юлия керамист, создает работы из глины, плавит свечи, с любовью подходит к росписи сувениров. Этнические мотивы сочетает с авторской выдумкой. Керамика это про терпение и такой прям труд, потому что это лепится, сушится для каждого изделия. Не для каждого, но своя масса нужна. Допустим, для плоского, одна для посуды, может быть, немножко другая, для украшений тоже третья. Потом все это обжигаешь, и каждый обжиг – это какое-то напряжение нервное, потому что открываешь печь, там, может быть, просто все взорвалось. А иногда все замечательно, то есть такой бог огня, он такой суровый. Ремесленный труд – многовековая история, и культурный код мастеровых навыков передается из поколения в поколение. Но многие современники совершенно не умеют работать руками. Задача ярмарки – как раз оказать поддержку тем людям, которые не утратили практических умений, а наоборот их развивают и привлекают к ним внимание. Программа, которую я назвала «Региональной поддержкой предпринимательства», там есть мероприятие по государственной поддержке, это финансовая поддержка, где участвуют наши предприниматели, которые работают в этой сфере. Надо сказать, это направление, оно как бы является приоритетом. На краевой ярмарке представлены разноплановые изделия 25 алтайских мастеров. Большая часть из них в начале месяца покоряла Москву. Жители столицы высоко оценили сувениры наших ремесленников. Общая выручка с продаж составила 2,5 миллиона рублей. Стремится к развитию и начинающий предприниматель Максим, который свой бизнес открыл два года назад. Обработка ведется с максимальной геометрической точностью, поэтому достигается такой эффект упорядоченного хаоса. То есть хаотичная древесина, она уникальна. Каждая ветка, каждая палка, у нее свой рисунок, свое направление. И когда эти хаотичные формы укладываешь в правильные идеальные геометрические формы, то получается сочетание симбиоза хаоса и порядочности. На одну фигуру, начиная с подготовки материала до завершающей обработки, мастер тратит год. Повторить в точности невозможно, об этом позаботилась сама природа. Мастер же заботится о том, чтобы не испортить естественной красоты. А другой ремесленник Вера трепетно относится к набивным льняным игрушкам. Сначала это была баба-игрушка. Баба, я ее тоже очень люблю. Это такой благодатный материал, с которым нужно все, что условно сделать. И однажды я решила попробовать сделать мишек. И сделала из ваты пловых медведей, все собрано. Они у меня до сих пор есть. Это самые первые мои медведи. Они такие забавные, смешные вообще. Традиционное для России войлоко валяние сегодня, можно сказать, возрождается. Галина уверяет, что освоить дело может даже ребенок. Вот я начинала с обуви, и пока она меня не отпускает. Хотя это самый тяжелый процесс валяния, самые тяжелые изделия. Там просто надо физическую силу, нормальную такую. И время много. Ну и сам процесс, он технологический, непростой. Несмотря на сложность изготовления изделий, возрождение многих техник, мастера находят для этого и время, и ресурсы. Но им сложно найти своего покупателя. А на таких ярмарках можно не только реализовать продукцию, но и найти единомышленников, чтобы перенять опыт и зарядиться вдохновением. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.